Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять. 17 января, день Феоктиста и Зосима. Преподобный Феоктист основал монастырь, Где жили греческие монахи, Бежавшие от иконоборства. Преподобный мученик Зосима Вел отшельническую жизнь в пустыне. Его предали мучениям за веру Христова. Раскаленным железом сожгли уши, Повесили за ноги вниз головою и иным пыткам. Чудесным образом он был избавлен от смерти. Во время его мучения пришел из пустыни Лев и заговорил человеческим голосом. При виде этого чуда он был отпущен. Это последний день рождественских святок. В старину на Руси сегодня старались завершить все посиделки и развлечения. Заканчивались и девичьи гадания. Наступало время трудовых будней и строгости нравов. Верили, что на Зосиму и Феоктиста нечистая сила уходит в свои владения, покидает мир живых. И напоследок старается как можно больше навредить людям. Чтобы избежать подобного, проводили многочисленные обряды. Например, выгоняли черта из села. Для этого человек, житель деревни, наряжался чертом и его палками изгоняли вон. Потом разводили костер и каждый старался перепрыгнуть через него. Так можно было заручиться поддержкой высших сил и получить счастье и здоровье. Приметы. А лазаря сегодня к ветреной погоде. Если на этот день выпадает полнолуние, стоит ясная погода, весной будет сильное половодье. Если на деревьях лежит много снега, у пчеловодов будет удачный год на сбор меда. Если небо безоблачное, сильные морозы будут стоять долго. Тем, кто сегодня собирался в дорогу, зашивали воротник цветок чертополоха. Это служило защитой от порчи. Если сегодня загадать желание, а вечером выйти на улицу и увидеть ковш большой медведицы на небе справа, желание сбудется. Если справа окажется млечный путь, для девушки это к замужеству. Если сегодня секунды обойдут вокруг дома, проговаривая молитву, то из него уйдут злые силы, вводящие в грех. До окончания обряда никого не упускают в дом и с домочадцами не разговаривают. Сегодня мы приготовим один из рецептов очень вкусного, полезного и целебного супа. Супа у нас будет овощной с проросшей пшмицей. Должен быть вкусным. Могу уже начинать? Ну, подождуй, постой, постой, Танюша. Дело в том, что очень важно перед тем, как мы готовим пищу, получить благословление и прочитать молитву благодарственную для того, чтобы наше блюдо было наиболее и вкусным, и целебным. Оказывается, есть такая, ну, вам говорить, байка. Легенда. Да, вернее, говорит, легенда. Еще она пошла с Киевской Руси. Приехал однажды князь в Киево-Печорскую Лавру к преподобному Феодосию. Вот, откушал кушанье у него различное. Так они ему понравились. Вот даже зачитаю, значит. Князь говорит преподобному, ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но такой вкусной пищи, как у тебя, я не вкушал. Почему? Открой секрет. И преподобный Феодосий как раз отвечает, что говорит, да, у тебя там готовят рабы твои кушанье, оно, значит, вроде бы дорогое, они там валят, но что они делают? Они, перед тем, как приготовят, кто пойдет готовить, кто пойдет, не ругаются, ругаются раз, значит, когда готовят пищу, бронятся два, разжигают и он, бронятся там три, и все у них получается подневольно. А у меня же совсем наоборот. Надумало братья готовить пищу? Вот как раз смотрите, как отвечал блаженный Феодосий. Если в благе, Владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу, когда наши братья собираются варить горячую пищу, и как раз мы и собираемся варить горячую пищу, или печь хлебы, хлеб очень сильно в себя вбирает информацию, они соблюдают такой порядок. Прежде всего, приходит Ином к Игумену и берет у него благословение, потом, поклонившись перед святым алтарем три раза, до земли. Зажигает свечу от алтаря, и этим огнем зажигает трава, видишь, от алтаря зажигается, что интересно. Зажигается, значит, огонь в поварнии или у хлебнии. А когда нужно вливать воду в котел, Ином говорит старшему, благослови отче. То есть, вот у нас водица, надо обязательно к ней отнестись с любовью, с благодарностью, мысленно хотя бы. Она впитает эту информацию, раз. Ну, тогда переведя на сегодняшнее, не то чтобы время, а на сегодняшнюю ситуацию, так как мы не в церкви, у нас нет алтаря, от которого мы будем зажигать огонь, у нас электрическая плита, я думаю, перед началом еды тогда можно прочитать одну из ярких, коротких молитв. Насколько я знаю, если время до полудня, то имеет смысл произносить «Господи, спаси и сохрани». Если время после полудня, то нужно отдачать Богу с Родицы, Пресвятая Богородица, помилуй меня грешную. Ну, и грешного. Там несколько иная молитва. Значит, как ты говорила первую молитву? «Господи, спаси и сохрани». Этого достаточно. Все ставим уже на воду, чтобы она начала. Воду мы уже обработали. И вот, когда мы вообще с вами говорим о приготовлении пищи, для того, чтобы она была и вкусной, и самое главное, целебной, первым делом надо, естественно, помолиться. Молитва простая. Вот, еще в Библии сказано, что прежде было Слово, и Слово было Богом, и Слово было Богом самим. Вот, поэтому вибрации, которые вокруг нас витают, они пронизывают все в воду, в пищу, и тем самым, если они хорошие, они, естественно, нас будут делать более сильными, более молодыми, более здоровыми. Если же они какие-то разрушительными, чем-то там думаем, еще механически режем, овощи, а овощи, как раз, смотрите, они состоят из воды, или там, ну, хлеб уже никто не печет, вот, кстати, картошку там режем и так далее. Давайте, действительно, я почистил. Кстати, а стоит ли чистить картошку, так как мы с вами готовим целебный наш супик, для того, чтобы он был по-настоящему целебный, я видел, что ты хорошенько все это помыла. Вот, самое важное помыло, дело в том, что в кожуре картошки содержатся такие микроэлементы, которых нету в середине, поэтому моем и просто-напросто режем. Режем. Я, когда оказалась в Америке, первый раз в жизни, и была ребенком по обмену за четыре студента, я когда увидела, что вы в супах картошка с кожурой, я обомлела, мне казалось, что это за люди, или самые американцы, а смысл, оказывается, есть. Но смотрите, вот конкретно на этой картофелине, вот я вижу, у меня вот местечки, знаете, я его срезаю, срежу без зазрения совести. Это можно срезать, все остальное мы просто-напросто нарезаем, я беру досточку с твоей руку. И вот это мне не нравится, и вот это, тогда вы режете, а я ее убрала с нее, то, что мне не нравится. Мне кажется, нам будет достаточно даже одной картофелиной, да? Я думаю, две, так как мы готовим особый такой картофельный супчик, поэтому лучше всего порезать две картофелины. А вы знаете, и при этом думать о хорошем. Да, думать о хорошем. Так вот, когда мы думаем о хорошем, когда мы помолились, то тем самым мы закладываем вибрации, вибрации, частоты, информацию о том, чтобы это блюдо было особенно полезно нам, было особенно полезно нашей семье. Более того, хозяйка, которая хочет, чтобы ее семья была дружная, чтобы ее семья, ну, говорить, надолго сохранила здоровье, и муж верность, должна все это делать еще с различными там, ну, как бы сказать, вот, вкладываем различные информации. А какие, например? А какие, например, да, очень интересно. Давай-ка здесь подъезжим. Мы уже, а, как будто там будем смотреть. Какие, например, ну, например, я режу картошечку с мыслями, чтобы моя талечка была мне верной, любимой, что я ей делаю так, эту картошечку, что, значит, у нее были там бровки, такие красивенькие, глазки, блестящие, ногатки, значит... Зубки крепкие. Да, зубки крепкие, вот, чтобы она меня любила, как я готовлю пищу для нее, с любовью, так и она, чтобы откликалась на, значит... Я поняла, да, ну, это просто приворотик даже, ну, добрый... Я бы не сказал, что это приворотик, но это вот такие благие пожелания для того, чтобы семья была дружная, здоровая, и не муж, не жена, никуда не ходили вдалеке. Вот сюда еще... А я вспоминаю свое образование первое лингвистическое, и, конечно, я вам могу сказать, что у звука есть волна, то есть у звука есть вибрация, поэтому молитва на воду, ну, она уже доказана, доказана учеными, что молитва структурирует воду и делает из мертвую воду живую. Еще важно, что укладываем в понятие мертвая вода, что укладываем в понятие живая вода. Это различные виды, конечно, воды, но, тем не менее, когда мы с вами молимся, когда мы с вами закладываем какую-то информацию, тем самым мы... Что еще делаем? Вот эта вот водица, она становится, приобретает особую структуру. Структура такая благородная, в виде, там, звездочек, таких вот, гармоничных. И поэтому, в первую очередь, что такое еда? Еда, это, прежде всего, восстановление структуры нашего организма, потому что она, в основном, состоит из воды, примерно на 80-70%. И в зависимости от того, какая вода будет, если кристаллы воды будут чистые, такие, гармоничные, и налитика возрастает. Многие люди не понимают, от чего у тех или других людей могут быть экстрасенсорные способности, особенно, значит, такие, когда человек, там, не обращается к там, подсустороннему миру, или еще к какому-то. А он сам, как бриллиант, становится таким мощным, из-за того, что у него благие намерения, благие мысли. Вода становится красивой, кристаллы воды, и эти кристаллы гораздо мощнее могут принимать, трансформировать и придавать энергию. То есть только раз, новый посыл, хоп, и ты его чувствуешь. Я перевожу для себя, что люди, которые стремятся, интересуются всякими экстрасенсорными вопросами, имеют смысл, им имеет смысл начинать с себя? Конечно, все начинается с себя, для того, чтобы все это приобрести. Продолжение следует...